МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Ирбис. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. И в начале выпуска, как всегда, коротко о главном. Остался недоволен. Аким области проинспектировал работу по уборке снега. Мы платим им не за то, что они расчистили дорожную часть. Мы платим им, чтобы город был вывезен от снега. Конечно, результат это. Крик о помощи. Семья с тремя детьми осталась на улице после пожара. Я прошу, может, стройматериалом можно помочь как-то, потому что сейчас, правда, нет средств. Из резервных средств в Акимате Павлодара объяснили установку площадки в морозы. Выходные без автомобилей предложено ввести для улучшения экологической ситуации в городе. Стремиться к цели. Прокладывать новые маршруты. Преодолевать препятствия. Быть первым. Превосходить. Кондор. Побеждают сильнейшие. Официальный представитель на территории Республики Казахстан компания АИФ Косметик. Черная пятница в эталон мега. Только у нас 25 ноября по 5 декабря мега скидки до 40% на российские шубы. Торгово-развлекательный комплекс Батыр Молл. Выбирайте лучшее, ведь вы этого достойны. Радио МС. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды Ламберти. Абылка Ирскаков раскритиковал работу коммунальных служб Павлодара. Аким области отметил. Чистят дороги хорошо, но вот вывозят снег плохо. Подрядчику дали срок, чтобы навести порядок. Подробнее обо всем в первом сюжете. Коммунальщики отчитали, с всего на полигон за Чербактинским мостом вывезено более 28 тысяч тонн снега. Абылка Ирскаков совершил объезд по городу, проинспектировал как центральные, так и второстепенные улицы. Работой глава региона остался недоволен. Мы платим им не за то, что они расчистили дорожную часть. Мы платим им, чтобы город был вывезен от снега. Конечно, результат это. Но это же не это качество, которое мы хотим. То есть стадия разбрасывания, стадия незакрепления на дорожном покрытии, стадия вот этих щеток. Все сделано хорошо. Стадия вывоза. Отвратительно. Все неправильно организованы работы. Выставляем претензию. Десятки гор и снега насчитали накануне вечером по улице Катаева. Подрядчик заверил, что в понедельник утром сугробов уже не будет. Кроме этого расчистить пообещали улицы Мангильды, академика Мургулана и Бектурова. Тем временем глава региона потребовал предъявить частным фирмам письменную претензию и усилить контроль за качеством их работы. Азиза Исаба, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Руководство Центральной больницы города Аксу приобрело 89 кислородных концентраторов. А в одном из корпусов медучреждения подготовили реанимационное отделение и палаты интенсивной терапии, в которых установили новые аппараты ИВЛ. Также завершена работа по ремонту библиотеки. О промежуточных итогах программы «Дорожная карта занятости» и многом другом в нашем бизнес-блоке. Спонсор бизнес-новостей – магазин сантехники и отопления «Кереметснаб». Всегда выгодно и комфортно. В пригородном микрорайоне Аксу Акимовласти проинспектировал библиотеку, которую в этом году отремонтировали по программе «Дорожная карта занятости». Здесь установили пластиковые окна и привели в порядок внутренние помещения. Также не оставили без внимания качество детских площадок. Об их установке просили сами жители многоэтажек. За два ближайших года готовы благоустроить все оставшиеся дворы, сообщил местный городоначальник. У нас только в этом году установлено 4 детские площадки. У нас проведен водопровод «Шестой его». У нас заасфальтированы две дороги. У нас сделана библиотека. У нас строится ФОК. Поэтому огромное вам спасибо, низкий поклон от всего населения. Это работа Акима города, работа всех подразделений. Поэтому за это не получают зарплату. Спасибо, что вы благодарите, но надо, чтобы качество было, надо, чтобы результат. В Аксусской центральной больнице Абылка и Рускакову доложили о готовности на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. В одном из корпусов медучреждения подготовили реанимационное отделение и палаты интенсивной терапии. Глава региона напомнил сотрудникам о необходимости строгого соблюдения режима. Если необходимо съесть грязные зоны, попасть в чистую... Естественно, это все меняется. Соблюдается? Конечно, конечно. У нас вот здесь должны прям полноценный, 100% должен порядок. 100% соблюдение, вот самодисциплина. И если мы здесь не будем нарушать, если мы будем соблюдать эти требующие, требуемые алгоритмы, то тогда ситуация будет... Эпид-ситуация, эпид-режим внутри организации будет соблюден. Жилищный вопрос один из основных. В этом году в Аксу планируют сдать сразу 540 квартир. Благодаря этому в городе сократят очередь на 20%. Две многоэтажки возводят по программе «Дорожная карта занятости». Артем Буланов, телекомпания «Ирбис». Экологический совет по Владарской области расширен с 17 до 25 человек. 80% мест консультативно-совещательном органе заняли активисты, ученые и общественники. Глава региона акцентировал внимание на безграмотности населения. Нам нужно вводить предмет. Мы должны экологическое просвещение повысить и вывести на совсем иной, другой уровень. Вокруг то, что творится со свалками, с какие-то отходы, какие-то, я не знаю, там образуются озера ртутные, нефтяные и так далее. Это, безусловно, как раз-таки именно дефицит экологической культуры, которая находится, к сожалению, на том уровне, который позволяет создавать вот такие внештатные ситуации. Несмотря на то, что у нас экологическая обстановка, она и без того является достаточно критичной. Активисты выразили надежду, что тенденция открытых общественных слушаний по планируемым проектам сохранится. А также призвали больше информировать жителей региона о мероприятиях по озеленению территорий. Для меня удивление вызывает всегда, почему члены экосовета так пассивны в общественных слушаниях. Только несколько человек из нашего экосовета являются активными, постоянными участниками, а все остальные не проявляют интерес. Поэтому, уважаемые коллеги, я бы еще раз хотела призвать вас к тому, что происходит на общественных слушаниях, потому что это вопросы нашего будущего. Там обсуждаются очень сложные и важные объекты, которые будут существенно влиять на окружающую среду. Без авто, без применения выходных, без применения вообще, чтобы автолюбителей. Вот в мире там есть определенные кейсы, когда лучшие города с точки зрения мегаполиса в урбанистике, как бы стали, люди стали счастливее, при этом не сказали бы, что там материальная доходность, часть выросла, да. Но за счет спортной среды, то, о чем мы здесь говорили. Поэтому нам нужно вот эту составляющую тоже, снижение выбросов, да, газовых выбросов. Выходные без автомобилей. По мнению главы региона, уже спустя несколько лет может заметно улучшить экологический фон в городе. Также Аблкаирскаков отметил, что на следующий год запланировано массовое озеленение населенных пунктов области. Только в Павлодаре намерены высадить до 20 тысяч деревьев. Артем Буланов, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей. Магазин сантехники и отопления «Кереметснап». Всегда выгодно и комфортно. Внимание! Осенний ценопад. В магазине сантехники и отопления «Кереметснап». Вместе с листьями падают и цены. В период с 1 октября по 1 декабря действуют скидки. На весь ассортимент сантехнического оборудования. А это значит, что у вас есть возможность создать для себя функциональную и уютную ванную комнату. Унитазы, ванны, джакузи различных форм и размеров от лучших мировых производителей. Широкий модельный ряд современных душевых кабин. Оригинальные и надежные смесители. А еще вас ждет большой выбор стильной, удобной и красивой мебели и аксессуаров для ванной комнаты различной комплектации. А также спешите на новое поступление конвекторных обогревателей. Пусть ваша осень будет теплой и уютной. Вместе с магазином сантехники и отопления «Кереметснап». Улица Целковского, 24. В Павлодаре семья с тремя детьми осталась без крыши над головой после пожара. Полыхнула днем. А этим летом Ахмедхановы взяли кредит на ремонт. Но долго радоваться не пришлось. Теперь пострадавшие просят помощи у неравнодушных горожан. На месте побывал Артем Клеван. Юлия демонстрирует последствия пожара. Сейчас трудно представить, что в этом доме в районе лесозавода летом сделали ремонт. Все разбросано, часть вещей пришла в негодность. Спасались молниеносно. Одевать здесь детей. Принесла вещи зимние. Одевала комбинзон. Открывали окно. И вот через окно детей. Сначала старшую по 8 лет. Потом младшую 4 года. Отправила во двор. Когда приехали пожарные, стало ясно, что горит крыша. А в самом доме распространился едкий дым. Спасателям пришлось срывать кровлю, чтобы добраться до балок. ДЧС факт подтвердили. Сообщили подобных возгораний. За выходные было немало. Причина у всех практически одна. И связаны с печным отоплением. Основная причина пожаров – это человеческий фактор. В основном частные дома, где происходили горения крови, домов перекрытий потолочных. А также стараев. Это были в основном все по причине нарушения пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. А также печного отопления. Между тем, семья Ахмедхановых в один день лишилась крыши над головой. Но кредит в миллион тенге, взятый на ремонт этого самого жилья, остался. Благочасть техники, вещей и документов спасти удалось. Я прошу, может, стройматериалом можно помочь как-то. Потому что, ну, сейчас, правда, вот, ну, нету средств. Например, сейчас нам даже если жилье жить отдельно, поглядит платить. И детей растить, и вот еще построить надо. Потому что это единственное жилье, в котором мы проживали. Все, у другого у нас ничего нет. Ни машин, ни гаражей, ни бизнесмены мы. А потому будут рады любой помощи. Чтобы заново построить крышу, нужны балки, бревна, профлист. Предстоит восстановить и печь. Связаться с семьей можно по номеру, указанному сейчас на экране. Артем Климат, Сирикон Акбаев, телекомпания «Ирбис». Полицейские заразились коронавирусом от задержанного в районе Акулы. Мужчину заподозрили в краже скота и доставили в участок. Так как он житель Восточно-Казахстанской области, взяли тест на COVID-19, который оказался положительным. В итоге сотрудников пришлось отправить на карантин. Подробности в нашем обзоре соцсетей. Сельский полицейский участок сейчас на карантине. Коронавирус после контакта с задержанным подтвердился у семи сотрудников. Всех в итоге отправили на лечение. Подозреваемого, который оказался в ВВС, к слову, заболевание бессимптомное. Вот народ, не подпускайте к себе сотрудников полиции, а то мало ли где они были. Полицейские на посту должны носить маски. Или они уже не спасают. Полицейские ждали 12 часов, чтобы задержать угонщиков по Владаре. Девушка заявила о пропаже своего автомобиля. Нашли машину в одном из дворов, но сразу завирать не стали. Сели в засаду и принялись высматривать. Когда дождались злоумышленника, взялись по личным. Палдарская девушка, записывающая на улице тикток, стала поводом для обсуждения в сети. Ролик опубликовали сначала на городских пабликах, а после он попал на казахстанский. Мнения об увлечениях молодежи разделились. Какая вам разница, что снимают люди? Будьте благоразумнее, каждый человек имеет право делать то, что ему нравится. Раньше таких изолировали, а сейчас говорят, каждый имеет право делать то, что хочет. Это лучше, чем стоять за углом и курить или пить в подъездах. РАЛЬФ РИНГЕР В полладаре инвалидов призывают оформить ЭЦП. Без электронно-цифровой подписи в 2021 году они не смогут получать социальные услуги и средства гигиены. Обслуживание будет полностью через госпортал. Как известно, в этом году инвалидов обеспечивали техническими и гигиеническими средствами частично в электронном формате. Однако со следующего выдавать их будут только через портал социальных услуг. Главное требование – наличие ЭЦП. Сегодня в Павлодаре цифровой подписи нет у порядка 6000 человек с ограниченными возможностями. Оформить ее должны как можно скорее, чтобы с 1 января не остаться без подгузников, кремов и прочего. Для получения ЭЦП необходимо подать заявку в колл-центр по номеру 1414. И в течение 7 до 8 дней будет осуществлен выезд специалиста в Центр обслуживания, где смогут оформить ЭЦП. Чтобы все инвалиды успели получить ЭЦП до конца 2020-го, помогают специалисты отдела соцзащиты. Вместе с сотрудниками ЦОНа они каждый день выезжают на дом. В первую очередь к тем, у кого трудности с передвижением по городу. Услуга бесплатная. Проконсультируют по телефону 320736 или 320096. Детскую площадку в снег установили коммунальщики во дворе дома по адресу Академии Качокина, 25. Местные жители удивлены. Их беспокоит качество. При этом в городском Акимате ситуацию объяснили резервными бюджетными средствами. Подробнее обо всем Азиза Исабай. Летом во дворе по адресу Академии Качокина, 25, было пусто. По словам местных жителей, тартановое покрытие здесь появилось в начале осени. А эти карусели установили на прошлой неделе. 19 ноября. Снег. Нас устанавливают площадку. Не знаю, насколько хорошо видно. Ну что будет с этой площадкой весной? Здесь такой установки. Минус 20 практически. Люди возмущены. Считают, что установка малых форм при минусовой температуре может обернуться трагедией. Смотрю, на днях пару дней назад уже дети играются здесь. Полностью не установлено, кажется. Летом вообще даже таких работ здесь не было. Я знаю, что в других площадках там устанавливали. В других вообще домах. А здесь вообще лето не начиналось даже. Не знаю, мне кажется, зимой такое устанавливать, это неправильно. Всего в этом году изначально планировали установить 100 детских площадок. Для этого из бюджета было выделено 680 миллионов тенге. В городском Экимате заявили, что запланированный объем работ выполнили срок. А монтаж этого комплекса – это изнижкий срез. После проведения всех работ и завершения данного проекта было установлено, что имеется резерв для установки еще дополнительных шести детских площадок. Были проведены работы по подготовке основания под эти детские площадки до периода, когда у нас выпал снег в городе Павлодаре. Завершить работы по установке дополнительных детских комплексов обещают до конца этой недели, в том числе и по адресу Академика Чокина, 25. Азиза Исаба, Дмитрий Моисеенко, телекомпания Ирбис. В многоэтажке по Камзино-8 в подъезде вода затопило до самой лестницы, жалуются люди. Чтобы попасть в свои квартиры, они соорудили мостик из старой двери. Кроме этого, не перестают жаловаться Павлодарцы на неработающие фонари. Видео в нашем мобильном приложении. Давайте вместе посмотрим. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега». Сообщаем нашим покупателям, что с торговым домом Мега функционирует также и малый зал. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Посмотрите, какая темень. Павлова-28. Вон 30-й дом. Вот 32-й дом Павлова. Вот Алатау. Посмотрите, двор какой темный. Пожалуйста, примите меры. Фонари поставили уже в начале лета. До сих пор не горят. Или Новый год ждут, наверное, чтобы вместе с елкой зажглась. Пожалуйста, примите меры. А это видео прислали жители дома по адресу Камзина, 8. Невозможно зайти в подъезд. Вода стоит по коленам. Уже три дня обращались в ваши службы. Толку ноль. Вода практически уже до лестницы добралась. В каждом дне все больше и больше. Вот наше тепло в городе отступает. Вот. Каждый день лазер там. Гейзеры. А в квартирах холодина. Спонсор мобильного приложения Торговый дом Мега. Сообщаем нашим покупателям, что с торговым домом Мега функционирует также и малый зал. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Мега-скидки. Мега-выбор. Мега-мебель. Современные гостиные. Мега-комфортные спальные гарнитуры. Идеальные обеденные зоны. Мега-широкий ассортимент лучших российских и белорусских фабрик. Для любителей нестареющей классики изящные модели. Лаконичный модерн для мега-современного интерьера. Огромный выбор мебели на любой вкус. Вас приглашает оценить новое поступление Торговый дом. Мега-мега-грандиозно. Мерзнут в собственных квартирах. Жители южной части города массово жалуются на холодные батареи. Ежедневно к чиновникам обращаются до 25 человек. Это многоэтажки по адресу Целинная, 91 и 93. Местные жители говорят, в начале отопительного сезона в квартирах было комфортно, а сейчас они замерзают. Вместе с батареями у них остыла и вода в кранах. При этом люди уверяют, что с такой проблемой сталкиваются не первый год и даже называют причину недогрева. Каждый год у нас одно и то же. Начинается похолодание, холодно, у нас не работают насосы. И мы все мерзнем, воды горячей тоже нет. Все упирается в насосы. Если включат насосы, все вопросы по нашим домам и 91 и 93 сами собой отпадут. Вообще нет горячей воды. Моемся, греем в чайнике. Говорят, надо пропускать, а у нас стоят счетчики, извините, мы пенсионеры. Чтобы пропустить столько воды и заплатить потом еще за горячую эту заводу, которую нам не дают. Вот хотим, чтобы нам помогли немножко. Температура воздуха в квартирах едва достигает 12 градусов тепла. Люди обращаются во всевозможные инстанции. Результата нет. В местном КСК заявляют, их вины нет. Высотка крайняя, параметров не хватает. И как результат холодной батареи. Обратка у нас 39-40 градусов по тепловым узлам. Подача где-то идет 72. А норма, например, на сегодняшний день 82 на 51. Вот и считайте, какой идет недогрев. Какая причина в КСК, в каком. Какая причина в нас. Ежедневно в отдел жилищной инспекции поступают до 25 жалоб на холодные батареи. Все обращения от жителей южной части города. Причина недостаточного теплоснабжения многоэтажных жилых домов в южной части Павлодара в период с 18 по 19 ноября 2020 года включительно стала неисправность теплотехнического оборудования ТЭЦ-1. Отклонение среднесуточной температуры прямой сетевой воды от заданного температурного графика в указанный период составляло 12-13 градусов по Цельсию. В энергетической компании говорят по этой же причине у людей перебой с горячей водой. В отделе жилищной инспекции обещают отработать каждое обращение. Азиза Исабай, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Масштабный проект реализуют в Доме дружбы Экибастуза. Участвуют все этнокультурные объединения города Горняков. Поставят яркую точку в серии акций, посвященных юбилею Ассамблеи народа Казахстана. Подробности у Азамата Эдхалина. Этнокультурные объединения Дома дружбы в режиме онлайн проводят рекордное количество акций. Неизменные участники всех праздников в городе Горняков – активисты Белорусского центра. У нас создано при нашем объединении созданы два ансамбля. Это «Три уродник» и ансамбль «Вечеринка». А также молодежная вокально-хореографическая группа «Чаровницы». Мы активно участвуем во всех мероприятиях города, которые проводят отдел культуры и развития языков нашего города. Также мы участвуем во всех славянских праздниках. А это Антонина Джен в этнокультурном центре Чосон с момента его основания. Вспоминает, корейский народ в 1937 году насильно депортировали с родной земли. Домом стал Казахстан. При Доме Дружбы особое внимание уделяется изучению корейского языка, потому что корейский язык хотят не только корейцы изучать, а очень много среди казахской национальности девушки, молодое поколение хотят знать языки. В завершении юбилейного года Ассамблеи народа Казахстана коллектив и этнокультурное объединение Дома Дружбы готовит театрализованное представление «Бер-Ель-Бер-Таудер», нацеленное на воспитание казахстанского патриотизма, формирование духовно-нравственных ценностей, развитие толерантности, взаимопонимания и уважения. Совсем скоро грандиозный проект презентуют на официальной странице в Инстаграм. В планах у Экибастузского Дома Дружбы не менее масштабные акции. Заматает Халин Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Хоккейный «Иртыш» заявил Павла Зыкова. В прошлом сезоне нападающий выступал за Тимиртау и в серии плей-офф доставил повладарцам немало проблем. Лена, переходим к твоей информации. Ждем полную статистику, да? В 15 матчах за Карагандинский клуб игрок набрал 8 очков. Коротко, но объемно. Мы продолжаем выпуск и сразу далее баскетбол. Держим кулачки за наших девчонок. Не переключайте. Одежда ведущей предоставлена салоном женской одежды из Кореи «Близ». Вам есть, что предложить? Нам всегда есть, чем ответить. Пять плюсов рекламы на «Ирбисе». Качество, индивидуальность исполнения, доступная цена, самое выгодное размещение в эфире. Публикация на сайте «Ирбиса» и в аккаунтах телекомпании. Очередная пятерка плюсов в следующем эфире. Рекламный отдел телекомпании «Ирбис». Пока другие думают, мы уже делаем. Баскетболист Киртыша, финалистки Кубка Казахстана. Розыгрыш турнира проходит в Щучинске. В поединке за выход в решающий матч по владарке победили клуб из Шимкента. За первую путевку в финал боролись Туран и Каспий. Команда из Туркестана ни в Кубке, ни в чемпионате не проиграла ни одного матча. Тогда как клуб из Актау турнирную дистанцию начал неудачно. Баскетболистки потерпели поражение в стартовом поединке. В полуфинал они вышли только со второй строчки. Тем не менее, в решающей битве сказался опыт прошлого сезона. Она не участвовала в чемпионате Казахстана, но они играли, насколько я знаю, в какой-то российской лиге. Видимо, вне конкурса или как-то, но они участвовали в соревнованиях просто в России, не в Казахстане. Насколько я, по-моему, знаю, узнаю. Ну, такая инсайдерская информация для меня дошла. Они не сидели просто, не просто тренировались, они тоже готовились. Каспий буквально на последних секундах вырвал победу у Турана 69-64, а вторую путевку в финал разыграли юртыши Казыгур. С первых минут на площадке завязалась жесткая борьба по Владарке оторвались, но соперницы сократили отставание. Ключевой стала концовка. Встреча команды Алексея Еропкина нанесла поражение баскетболисткам из Шимкента с минимальной разницей 64-63. В битве за кубок встретятся наш Иртыш и Каспий. Поражение терпит клуб Армана Кенесова. Хабаровский СКА с минимальным счетом уступил команде «Крылья Советов» из Самары. А в казахстанской премьер-лиге финишная дистанция все больше и больше преподносит сюрпризов. Поражение терпит уже новоиспеченный чемпион. Кызлжар впервые за 19 лет обыграл Кайрат, причем на его же стадионе. Стоит сказать, на матч хозяева выставили экспериментальный состав. Тем не менее, победу петропавцев над алматинцами специалисты назвали не только волевой, но и исторической. Поражение в 19-м туре потерпели оба претендента на бронзовые медали, причем в ситуации положительного результата Астана или Ордобасе оторвались бы друг от друга. Однако столичная команда уступила Шахтеру. 1-3. Вклад в успех карагандинцев внес экс-футболист РТШ Руслан Мингазов, а шимкенцы сухую были биты Кайсаром. В южном дерби-клуб Огайо ЖТСО экзаменовал дружину Никитенко Тарас. Последние, забив в середине первого тайма, сумели удержать с победу. Три точных удара на двоих выдали аутсайдеры лиги. Каспио к ЖПСу строили смотр бомбардиров. Удачливой в этом споре оказалась команда из Актау. 2-1. Боктер из экибастуза Серик Мусадилов продолжает покорять мировой ринг. Очередной бой наш земляк провел за океаном. В соперниках был мексиканский панчер. Фантастический нокаут за 43 секунды. 26-летний казахстанский тяжеловес Серик Мусадилов продолжает покорять мировой ринг. Известный по прозвищу панда, уроженец Полтарской области, свой очередной поединок провел в американском штате Флорида. А противостоял ему местный любимец публики, мексиканец Даниэль Нахера по прозвищу Куба. И вот что из этого вышло. Но Серику оказалось вполне достаточно 43 секунд, чтобы справиться с соперником. Вот эксклюзивный комментарий панды после этого успеха. Это был для меня серьезный соперник. И выйдя в ринг, я почувствовал его неуверенность в себе. И начал действовать агрессивно. И бой закончился на 43 секунде. На данный момент у меня долгосрочный контракт с американцами. Мне еще предстоит провести много боев. Поэтому у меня в планах оставаться в США и двигаться дальше по карьерной лестнице. Непобедимый казахстанец выиграл нокаутом в восьмом своем бое на профессиональном уровне из восьми проведенных. Наш Батыр продолжает свой путь в элиту тяжелого веса мирового бокса. Даулет Шабанбай, вице-чемпион Казахстана. Первое после пандемии официальное первенство по вольной борьбе прошло в Алматы. В финале наш спортсмен уступил сопернику из ВКО. А самые интересные новости всегда доступны на сайте irbistv.kz. Там же можно посмотреть и авторские проекты. У меня на сегодня о спорте все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова